Привет тебе, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! И сегодня к нам приехала походная горелочка из Китая. Доехала посылочка до меня примерно за 20 дней, а цена этой горелки составляет чуть меньше 6 долларов. При этом доставка мне не стоила ничего, а у посылочки имелся трек-номер, то есть я мог её отслеживать на всём пути продвижения. Упаковано всё это дело в пакетик, а внутри у нас вот такой вот мягкий уплотнитель. В уплотнителе находится вот такой вот яркий оранжевый пластиковый боксик. Качество пластика в принципе достаточно посредственное, но я думаю, что большего просто и не нужно для этого изделия. Давайте откроем этот бокс и заглянем внутрь. А внутри у нас находится вот такая вот миниатюрная горелочка. При этом горелочку я эту выбирал по отзывам и отзывы у неё были весьма неплохие. И приняв во внимание крайне маленькие размеры этой горелки, её низкую стоимость и наличие вот такого симпатичного бокса, я решил её заказать и посмотреть на что она способна. Горелочка у нас не имеет никакого основания, в качестве основания будет выступать газовый баллон, на который мы её будем накручивать. Также у неё имеется вот такая вот раздвижная платформа для подогревания. Ну и как вы можете видеть, я с ней достаточно легко управляюсь, хотя раньше я с подобными вещами дела не имел. Также у этой горелочки имеется достаточно удобный вентиль и также у неё имеется пьезоподжиг. Что ж, согласитесь, достаточно неплохой набор функций за 6 долларов. Что ж, сейчас я отправлюсь за газовым баллоном и мы посмотрим, как это чудо работает. Вот я и вернулся и ожидаемо вернулся я с газовым баллоном. Кстати, найти подобный баллон газа не составило никакого труда, я просто пошёл в магазин, где торгуют туристическими товарами и там эти баллоны обнаружил в достаточно большом ассортименте. Правда, меня неприятно удивила цена этих баллонов, она сопоставима со стоимостью самой горелочки. Но разговор сейчас, конечно же, не об этом, поэтому давайте снимем защитный колпачок и прикрутим нашу горелку. Я так думаю, что сделан крепёж по стандарту и никаких проблем у нас возникнуть не должно. Ага, горелочка наша навинтилась и даже я слышал, что газ пошёл, но нам пока этого не нужно, нам пока нужно только эту самую горелку разложить. Как раз таки в процессе выбора и покупки газа я думал, как же мне протестировать эту горелочку, чтобы мой тест был хотя бы немножко объективным. И решил я сделать следующее, набрать свой походный котелок, который уже повидал многое на этом свете, примерно 1 литр воды, поставить на эту горелку, включить её и засечь за какое время наша горелка вскипятит этот литр воды. При этом также я хочу предварительно взвесить всю эту нашу конструкцию и уже после теста также её взвесить, чтобы посмотреть, сколько газа мы израсходуем на всю эту процедуру. Давайте поставим горелку на весы. Отлично, весы обнулились. Ещё раз ставим горелочку. И вся эта конструкция в сборе составляет 457 грамм. Это как раз таки и будет та самая точка отсчёта, пока весы можно убрать. Далее давайте наполним наш котелок водой. Здесь у меня мерный стакан и в нём примерно 900 мл воды. Мог бы я, конечно, и целый литр налить, но дело в том, что литр это предельный объём этого котелка, а мне не хочется, чтобы вода расплескалась по столу. Отлично, что касается самой воды, то никакой хитрости здесь нет. Температура котелка у нас сейчас 25 градусов, как, впрочем, и воды. Вода простая, обычной комнатной температуры. Что ж, сейчас давайте я подготовлю секундомер. Откроем газ. И подожгём его. Отлично, пламя загорелось. Я надеюсь, что на камеру вам будет это видно. Открыл я совсем чуть-чуть. Опыта использования подобных горелок у меня нет. Поэтому пока оставим так. Здорово, вот такая вот жутковатая конструкция у нас получилась. Стоит это дело, я бы не сказал, что очень уверенно, но, в принципе, пойдёт. И давайте запустим секундомер. Что ж, дорогой зритель, как ты можешь видеть, прошло практически 13 минут, и вода в нашем котелке наконец-то закипела. Если честно, я надеялся, что наша горелочка справится чуть быстрее. Но, повторюсь, раньше у меня опыта использования подобных горелок просто-напросто не было. Поэтому я не знаю, долго это или недолго. А вот что я знаю точно, так это то, что эта горелка со своей задачей справилась. Свою работу она сделала на все 100%. Воду мы вскипятили, и значит, что на природе мы точно не останемся без горячего питания. И теперь нам нужно ответить ещё на один вопрос, который мы поставили перед началом наших тестов. Сколько же потребуется газа этой горелки, чтобы вскипятить 1 литр воды? Ну хорошо, практически 1 литр воды. Что ж, давайте снова включим весы и поставим на весы всю эту нашу конструкцию. И что мы видим? А видим мы 446 грамм. А это значит, что на 1 литр воды наша горелка потратила 11 грамм топлива. Много это или мало, судить, конечно же, вам. Но вместе с тем хочу отметить, что полезный вес газа внутри этого баллона составляет 230 грамм. А это значит, что всего в общем с помощью этого баллона газа и с помощью этой маленькой горелочки мы сможем вскипятить аж 23 литра воды. Естественно, все эти подсчёты весьма условны. Но должен сказать, что меня подобный результат вполне устраивает. И я думаю, что в будущем только лишь кипячением воды я не ограничусь. И также после всех этих испытаний я уверен, что своих небольших денег эта штука точно стоит. И могу смело рекомендовать её к приобретению вам. И если вам так же, как и мне, эта штука понравилась, то в описании вы найдёте ссылочку на проверенного продавца, у которого я сам лично приобретал этот товар. Если после просмотра видео у вас остались какие-то вопросы или появилось желание поделиться мнением о подобных гаджетах, добро пожаловать в комментарии. И конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. И мне приятно, и вы о новых выпусках всегда будете узнавать вовремя. Ну а на этом на сегодня у меня всё. Всем пока!